А скажите, я вам неожиданный вопрос задам. Вы фильм «Слово пацана» смотрели? Да. О, сейчас мы его обсудим. Обсудим. Жорак Рыжовников создал его, да? Очень талантливый человек, на мой взгляд. Безусловно. Потому что «Горько и Горько 2» вы видели его фильм? Нет. Ой, я вам советую от всей души. Так издеваться над Россией и россиянами, это надо уметь, как он поиздевался. Но вот после выхода «Слово пацана» многие говорят, это заказ был чуть ли не от Путина, это, значит, отбеливает Россию и так далее. А вот ваше мнение, вы посмотрели «Слово пацана», что вы можете сказать об этом фильме? Может быть, изменение последних двух серий там как-то кто-то повлиял на то, чтобы у... Ну, то есть он заканчивается не совсем правдиво, да? Начинается он абсолютно правдиво, это вся механика. Очень понятная, да? Абсолютно, да. Я первые две серии, я не мог даже сидеть, я стоял стоя. Да. Я знал, кто что скажет. Ну, а это ровно мой возраст. Мне зимой 89-го было 14 лет, я еще был 88-м. Было? Они же приезжали из Напчелнов, из Казани, из совхоза московский, они приезжали драться, снимать какие-то вещи. Снимать какие-то вещи, там, часы, плееры, кроссовки отнимать. То есть в Москве это было? Там же это все абсолютно. Причем они приезжали и в парк культуры, и на жирный наш Юго-Запад, потому что много мажоров. Рядом там ГИМО, университетские дома и так далее, они ошивались, приезжали все время. Вот, и на мою бывшую жену там напали, красивый ошейник, сняли собаки, чтобы сделать себе браслет с заклепками. У меня был ошейник с заклепками. У собаки жены был золотой ошейник? Будущей жены был обычный кожный ошейник с заклепками, чтобы защитить шею небольшой совсем собаки, и они сделали из него себе этот самый браслет. Вот время было веселое, да? Да уж, да. Я в деревне, когда был тогда в Ленобласти, у меня в сапоге был достаточно большой свинорез, сантиметров 18. Вам нравилось резать свиней? Нет, никогда этого не делал, носил на всякий случай, потому что рядом была сапская колония для несовершеннолетних, и оттуда иногда сбегали люди, которые шарились иногда по огородам, иногда по домам, а наличие ножа в голенище придавало уверенность некую. А то иногда прилипнет язык к небу, а когда у тебя есть ножик, то нет. А свинорез, он с одной стороны полностью заточен, а с другой только вот верхняя часть. Это, в общем... Не путать с волнорезом? Нет. Это совершенно другие задачи. Так, посмотрели две серии стоя. В основном я потом чуть-чуть подуспокоился. Вот, безусловно, там, ну, в Казани там было гораздо жестче, чем юго-запад Москвы, там своя специфика. Вот. Юго-запад — это Ленинский проспект, да? Да. Угу. Вот. Понятно, что как оно все закончилось, что прям там всех посадили, чушь собачья. Они, безусловно, они кого, кто в армию пошел, кто пошел в кооператоры, кто пошел в большой криминал. И там это и есть закладка, там, в третьей или четвертой серии, у кого как сложилась судьба. Но заканчивая тем, что они все поют в колонии. А не все пошли в колонии. Еще раз. И не все там пели. И не все там пели, да. О том, что оттуда какие-то люди откристаллизовались уже в полновесный криминал, как-то это было пропущено. Это выглядело как победа в мудрой воле государства над вот этим зарождающимся молодежным, несанкционированным криминальным движением. То есть элемент заказухи вы увидели? Который, которого не произошло. А если посмотреть новый фильм «Ревизор», там окажется, что все в конце, откуда ни возьмись, они оказались все ФСБшники. И так далее. То есть вот это вот последнее. Если посмотреть фильм «Михалкова-12», оказалось, что тоже в конце это все мудрые ФСБшники. И вот эта идея, что вот это вот мудрое государство в виде каких-то очень правильных офицеров, очень правильных пацанов. «Мамой я вернулся» фильм, когда тоже он, оказывается, тоже сотрудник спецслужб. Вот. И романтизация, и вкладывание вот этих в ФСБшников некой большой государственной, большой, они даже могут не совсем быть человеческие черты, но они симпатичные герои и носители большой государственной мудрости. Вот от этого рвет просто от копчика. А так это прекрасный романтический фильм про наше детство. А какие фильмы вы смотрите вообще? Вы на русском кино сидите так плотно, я смотрю, да? Мы не то, чтобы плотно, но вот в последний раз мы со всеми, ну, с дочерьми смотрели «Сибирский цирюльник», что очень важно. Такой страшный фильм. Страшный, а как? Никита Сергеевич, ужас. Ну, он сделал выдающееся кино. В свободное время он сделал выдающееся кино. Он мерзотный человек, но очень талантливый. А чем оно выдающееся? Нет, то, что он талантливый, понятно. А чем оно выдающееся? Про дружбу, про честь, про слово. Там очень много... Про царя. Ой, царя... Правда, как русские стаканы жрут, да? Ну, это же запой был. Петренко, помните там, да? Да, помню. Очень хорошо сыграл. Но это же был запой, к тому же достаточно короткий, будем честны. Могло быть все гораздо хуже. У вас книжки читать получается? Да, я вот сейчас что-то подустал от кошмаров и по совету взял лиси-броды. Старобинец или старобинец, как правильно фамилию надо уточнить. Вот, книжки иногда получается читать. Да, вы про кино хотели продолжить. Вот, кино, poor things, которые бедные, несчастные, выдающийся фильм на многие-многие-многие годы. Вот это такая многослойная штука. Конечно, кто-то увидит одну порнуху, и смешное, кто для кого-то, это тимбёртовщина. Вот, а на самом деле там многие, многие очень важные смыслы заложены. Кто-то увидит феминизм, а он не про феминизм, он именно про равенство, что очень мудро и круто. И про становление, про молодость, про становление, про познание мира. Очень огромное впечатление. Треугольник печали. Прости, не следите, какое прекрасное место я вас привёл, вот скажи. Великолепное. Мне не нравится этот дом. Вот этот? Да. И вот этот, и вот этот. Простите. Я вам сейчас такое расскажу. Я придашу извинения перед всеми живущими застройщиками. Эти два дома построил пи***ц Константинов, который был представителем Верховного Совета Крыма. И остался им, он до сих пор представитель Верховного Совета типа русского Крыма. Вот этот дом видите недостроенный? Вот это он его недостроенный. Сложно не увидеть. А у меня там квартир на 3,5 миллиона долларов. И вот вам не нравится. Мне тоже, может, не нравится. А 3,5 миллиона зависли из-за Константинова. Передаю ему привет. Пи***ц. Вот так у нас получилось. Да, вот так мы и пришли. Нет, я очень люблю вот это место. Кто-то другой, видимо, достроит и с какими-то потерями. А знаете, сколько лет он недостроен? 22 года. Он промерзнуть уже мог, там могут какие-то изменения. Я думаю, мы его отогреем. Имея в виду дома, не Константинова. Константинов в тюрягу сядет. Он представитель Верховного Совета Крыма до сих пор. А, прижился. Не то слово. Да, мы говорили о кино. Меню очень понравился с Ральфом Файнцем. Такая тоже насмешка над современностью. Татьяна большая фанатка современного кино. И поэтому я с удовольствием с ней хожу и смотрю. Так что это не только русские. А русские смотрим старую классику. Вот с Алисой. Балериной. Балериной смотрим Алиса, где милофон. И тоже получал большое удовольствие от этого. Плюс иногда какое-то там относительно серьезное кино. Недавно пересмотрели тот самый Мюнхгаузен. После убийства Леши я его вообще без слез смотреть не смог. Хотя я его смотрел, наверное, седьмой раз в жизни. Как кошмарно вот скурбился тот же Марк Анатольевич Захаров. Такое кино снять, такие спектакли поставить. И так разменяться. Только людей испортили себе некролог. Кошмар. Кошмар. Сартер. Главное для отца умереть вовремя. Да. Ужас, да, вообще? Вот так подумать. Сколько достойных, казалось бы, людей, которые такие произведения создали. Марк Захаров многое сделал, чтобы прикончить саву. Конечно. А потом зигануть. Конечно. Еще и как зигануть? Конечно, возраст делает страшные вещи. Слабость. Я считаю, что самурай должен жить, пока может лезть на лошадь. Серьезно. Дальше это просто бессмысленное существование. Вы много времени уделяете бизнесу? Вот для тех, кто не знает. Слишком мало. У Евгения лучший, я считаю, не только я так считаю, винный магазин в мире. Называется он... Гедонизм Вайн. Да, Гедонизм. И ресторан Хайт. Рядышком. Все находится в Мэйфэр. Все про еду и вино. Ну, это Хайт, наверное, лучший ресторан Лондона, да? Я так не могу сказать. Будем честны, мы стараемся. Наверное, это лучший завтрак в Лондоне точно. А про остальное цифры нам пока об этом не говорят. Но мы все делаем для этого. Ну, Гедонизм фантастический вообще магазин. А здесь не буду спорить. Спасибо вам за экскурсию. Вы мне сделали лет пять назад, наверное. Фантастический магазин. Фантастический. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вот самое интересное, знаете для меня показатель, что приехав в Лондон, сделав деньги в России, вы смогли честно, легально, красиво зарабатывать огромные деньги в Великобритании? Слишком мало зарабатываю. Я бы хотел гораздо больше. Тем не менее, а вы можете рассказать, вот сколько зарабатывает в год чистыми ресторан и сколько магазин? Или нельзя говорить? Ресторан очень мало. Ну, что такое очень мало? Ну, у нас было из шести лет работы, у нас один год нуля и четыре года убытков и один год прибыли. Да. Да. Это было, ну, полтора года ковида и год work from home, первый год стартовый, когда работа над ошибками и так далее. То есть ресторан – это наша очень тяжелая история. Но зато магазин. А магазин несколько миллионов делает. В год? Да. Ну, прекрасно, слушайте. Какое самое дорогое? Хотелось больше. Какое самое дорогое? Ну, там не вино, наверное, коньяк самый дорогой у вас, да? Коньяк есть за 230 тысяч. Пунтов. Да. Виски, виски. Было за 650 у нас. 650 бутылка? Да. О, это какой год? Меньше не было смысла. Какой год? 50 лет выдержки. Так. Ну, и вино тысяч 50, наверное, да? Ну, это гипо-гипмонцы. Нет, вино вот недавно продали три бутылки за 220 с огромной скидкой. Какая марка? Романи Канти Латаш номер один, номер два, номер три, три дабл Магнума 90-го года. Вы не хотите избавиться от российского паспорта? У меня беженский паспорт, беженский travel document, где написано, что я гражданин России. Отмечаться каждый день в посольстве, чтобы сдать гражданство, я не буду, кто они такие. Пошли они нахер. Ну, а британское гражданство вы не хотите? Британское гражданство я могу получить в любую секунду. Почему не получаете? Юристы 10 лет меня абсолютно от этого отговаривают. Может, у вас не очень хорошие юристы? Ну, Пиночета защитили, Юкос защитили, Березовского защитили. Ну, Пиночета и Березовский не очень хорошо закончили. А они защитили их. Пиночет умер от старости. Ну, да. Но Березовский умер не потому, что вы экстрадировали. Вам нравится... Они свою работу-то сделали. Вам нравится ваш бизнес? Вы не хотите заняться чем-то другим? Очень нравится мой винный бизнес. Ресторанный бизнес я все еще считаю, что я как бы учусь и пытаюсь понять, а винный бизнес мне очень нравится. Я вижу большие перспективы, и я надеюсь, что я смогу заработать и, наконец, буду состоятельным человеком на вине. Что вы сами любите пить из того, что продается в вашем магазине «Гедонизм»? Я пью старое шампанское винтажное, ну, там, желательно там 85-2002, что-то такое шардане. Относительно винтажное белую бургундию, белую рону, красную бургундию, а остальное все по настроению. Это вот такой топ-4, наверное. Вы можете себе позволить открыть бутылку за 1050, там, «Романек-Анти» какой-нибудь? Как только сдохнет Путин, дабл-магнум 85-го, не «Романек-Анти», а «Романет» есть такой производитель. Вот. Я обещал ее уже открыть. Она как раз стоит там равен 42. Видите, вы изысканный человек все-таки. Я так себе загадал, что когда мы победим, я выпью стакан водки залпом. Это вредно. Вы не сможете насладиться. Мне кажется, это как раз… Я так наслажусь победой, что все остальное. Мне кажется, вы сможете потерять какую-то вот всю гамму ощущений. Мне кажется, водка… Водку я обычно 4-5-6 раз в год пью. За прошлую… Какую вы предпочитаете? Будем предельно честны. Все очень хорошие водки, почти все одинаковые. Очень хорошие водки. Все, что там, грубо говоря, стоит 50 фунтов плюс… Грейгус, Кристалл, да? Ну, при прочих равных Белуга, тем более она теперь делается в Монтенегро. Да, серьезно? Да. И я каждый раз покупаю бутылку Белуги, вы финансируете хотя бы немножко страну НАТО, поэтому ее можно пить в спокойный зал. Белуга мне просто близка эстетически, а так мне… Есть, она делается в Польше и здесь. Извините, улица Франко 20, здесь жила бабушка Владимира Высоцкого, он сюда часто приходил. Класс. Да. Белуга. Вот, есть такой дом Родионова, он сам старший умер, и здесь кстати, она в Киеве продается, я видел в баре Диктат, у них есть всякие там полугары, которые очень приятные, там какой-то ржаной пшеничный, вот такое вот, что-то со вкусом. Ну, если там есть только Грейгус, я могу Грейгус. Водка – это и не вкус, а действие. Ну, почти афоризм. Ну вот, поэтому… Поэтому… Так вот, мы не договорили, и… Да. Когда пришла весть, я был на грани заболевания, когда Таня сказала, что Лешу убили, мой иммунитет пробил все девять… Я не знаю, как дно во множественном числе, все девять кругов ада вообще, я просто остановилась. Организм перестал как-либо сопротивляться всем тем болезням, которые я нахватал. Я получил бронхит, ларингит и ковид одновременно. К вечеру было сорок и два. И никакой Грейгус с утра мне не помог. Вот. Потом очень много антибиотиков, чудовищное количество, а потом еще много пробиотиков. И вот голос вот только сейчас вернулся плюс-минус назад в каком-то… в каком-то узнаваемом виде. У вас произошло девять месяцев назад, да, счастливые события? Да. Родился сын Лева. Лева. Я наблюдаю за его жизнью из вашего инстаграма. Спасибо большое. А сколько всего детей уже? С момента прошлого раза? Да. Ответ звучит… Из тех, кого я знаю, четыре. Из тех, кого не знаете? Я думаю, что четыре и есть, но учитывая, что у меня был приятель Полонский, который узнал о том, что у него на одного ребенка больше, то есть, соответственно, не пять, а шесть или не шесть, а семь. Когда оказалось, что старая его подруга скрывала от него уже десятилетнего сына. Он обрадовался? Потому что у него еще сын. Абсолютно обрадовался. С удовольствием его принял и катался с ним, что пытался… Мы едем, мне кажется, в нас сейчас врежется кто-то. Нет, нас объедут. Простите. Все-таки принцип неопределенности Гейзингера наблюдает за нами тихонечко в замочную скважину. Счастье вот в таком возрасте обзавестись еще маленьким сыном. Счастье – это когда у тебя вообще ничего не болит редко утром. А, да, сыном, безусловно. Это даже несчастье – это такое таблетка от старения. Такое постоянное… Это вместо, не знаю, омолаживающих процедур, коллагена и прочих каких-то штырок, которые люди пьют, чтобы выглядеть бодро, вот, ты как бы… Наверное, это очень держит тебя, не дает тебе раскисать. Ну, во всяком случае, раскисать надолго. А насчет омоложения и вообще молодости, вот мы приближаемся, ребята снимут к этому дому, угол Франка и Богдана Хмельницкого. В этом доме жил выдающийся человек Николая Михайловича Моссов. Я не знаю, или вы слышали о таком. Это великий хирург был, который в советское время был еще гуру для миллионов советских людей. Он философ был, он писал много книг, и он приучал советских людей к здоровому образу жизни. Как-то я пропустил. Да, Николая Михайловича Моссов. Вот он здесь жил, в этом доме. И когда ему было уже под 90-е, незадолго до смерти. То есть он своей жизнью доказал, что его теория верна? Вот перехожу к этому. Мы с ним спускались по лестнице, он держал меня под руку, у него уже дрожали и руки, и голова немножко. А он бегал тут прямо. Он занимался, он гантели по коридору, по улицам, все это снимали. То есть все советские люди видели, что надо им именно так. И вот он держит меня под руку, мы спускаемся по лестнице, ему тяжело, останавливаемся на полдороге. И он говорит, он окол, он был с вологотчиной. И он говорит, вот это я, Дмитрий Ильич, занимался всю жизнь физкультурой. И что я вам хочу сказать? Он был очень прямой человек. Все это херня. Поэтому насчет омоложения ребенок, это, наверное, даже лучше, чем гантели и беды. Да, да, это просто набор гормонов. И, ну как, там беременные люди редко болеют или иногда просто... Осталось забеременеть, я вам скажу, еще для полного счастья. Знаете, я так честно хочу сказать, что если бы это было бы возможно, я точно бы, точно бы, у меня точно был бы ребенок, который только мой, наверное, если бы это было бы возможно. Но вот природа распорядилась иначе. Когда женщина говорит, что я хочу ребенка для себя, и потом удивленный отец, биологический отец ребенка, оказывается, нахер никому, что нахер никому не всрался. Вот. А потому что она уже взрослая и просто хотела это для себя. Я прямо это очень хорошо понимаю. Как Алиса-балерина восприняла появление маленького братика? Я до сих пор всегда ношу с собой, всегда ее записку, когда он родился, когда она пишет, что добро пожаловать в семью. Ой, потрясающе. Потрясающе. Феноменальная старшая сестра. Потрясающая редкость. Лучше просто сложно придумать. Большая разница, не за что биться, не о чем ревновать. Наоборот, давление, которое мы все-таки русская семья. При всей нашей европейскости от детей требуется много. Давай, ты должен сядь прямо, не пачкайся, учись. Давай, давай, давай. Это все равно есть. Несмотря на то, что, грубо говоря, мы там очень далеки от вот этого, наверное, советского кошмара, да, которое это постоянное там прям насилие, да, вот, в семьях. Но, тем не менее, мы требовательные родители. И, наверное, Алиса подумала, что, наконец-то, фокус немножко с нее сместится на маленького. Но она его любит абсолютно искренне. И старшая дочь, которая сначала не понимала, зачем нам это нужно, тоже абсолютно втянулась и нянчается, и целует. Вот, мне кажется, Лева во всех активизировал все самое лучшее, что в них было. И в нас, и в детях. Где вы видите будущее своих детей? В какой стране? Где им угодно. Они должны состояться личностями, интересными, развитыми, ответственными, с интересами, с амбициями. Где хотят, пусть и живут. Свобода, правда? Вот, есть глобус. Мне он не очень нравится, как в тот самый Минхазе. Мне тоже не нравится этот календарь. Но надо терпеть. Вот есть глобус, но вот там есть какие-то плюс-минус компромиссные места.